К нам подключается Ниджат Гаджиев, главный редактор информационно-аналитического портала «Обозреватель». Здравствуйте, Ниджат Майлим. Здравствуйте, рад вас видеть. Ну вот, в очередной раз произошло вот такое происшествие, инцидент в Агдамском районе, как вот я сейчас отметила, подорвался на мини-экскаватор, то есть там и есть раненый. То есть до сих пор, опять же, мы видим, что Армения не предоставила карты и минных полей. И в целом, Баку расценивает, конечно же, всю эту сложившуюся ситуацию вокруг, в целом, заминированных территорий, как гуманитарную просто катастрофу. До какого момента все-таки нужно ничего, наверное, ждать, чтобы этим вопросом все-таки занялись международные организации? Ну, все это будет зависеть, в первую очередь, от того, насколько интенсивно азербайджанская сторона сама будет поднимать эту международную. Перед международными партнерами на всех уровнях институциональных. То есть этот вопрос должен подниматься и в КАГИ, и в Европейском суде по правам человека, и на уровне международных СМИ, и на уровне разных институтов военных, и на уровне разных независимых МПО, НКО, стран и организаций, которые занимаются загрязнением земли и прочее. То есть этот вопрос, на самом деле, достаточно широкий контекст имеет, и в этом смысле Азербайджан должен расширить свое поле действий, и более, скажем так, более напористо продвигать все это свои инициативы в вопросе того, что Армения не выполняет свои обязательства по предоставлению минных карт, минных полей. Проблема в том, что тут есть такой казус, а армянская сторона на всех уровнях заявляет о том, что мы дали Азербайджанской стороне все карты на МПО. Это на самом деле так, не так, мы не можем это судить, потому что армянская сторона, поскольку мы имеем дело не системным государством, Армения нельзя считать ее системным государством, мы даже не можем утверждать, что это наличие у них минных карт в поле есть. Самое главное военное преступление тут, это то, что мины были везде брошены на все территории Карабаха в беспорядочном режиме. Вот все это самое большое, главное в чем. Вот это является главным военным преступлением, поскольку минировались очень интересно. Я читал некоторые отчеты о нам. Были факты, где мины находились на кладбище. Были факты, где мины находились, допустим, около мечетей и исторической памяти. Вот все эти факты надо поднимать на международном уровне. То какое имеет отношение кладбище к мини? Значит, тут есть заветомая цель убить и устранить тех людей, которые придут на кладбище к своим вратным спустя 30 лет. Это и является главным военным преступлением. Надо делать упор на то, что эти мины... Почему? Потому что армянская сторона говорит, что у нас карты на поле нет. Мы ее все передали азербайджанской стороне. И это уже сама формировка проблемная. Если у них карты на поле нет, то международная позиция... Институт нам будет говорить, что у них нет карты на поле. Мы же в этом случае можем делать упор на то, что, допустим, нет карты на поле. Хорошо. Но почему тогда эти мины по всем законам, по всем военным законам, инструкциям, а я не имею права эти мины бросать на территорию в беспорядочном режиме? Тут два момента. Либо армянская сторона признает, что есть карты на поле. Если она вынуждена будет признать или выдать ее. Либо против нее будут возиться определенные санкции по военному режиму. И в этой связи Азербайджан должен этот вопрос поднимать в более широком формате. То есть должно быть задействовано огромное количество международных. На международном уровне все иностранные СМИ, МПО, институты разные, европейские, западные, в первую очередь. Почему? Потому что сейчас основное поле битвы за умы, которые сейчас идет в сражении, это как-то странная Брюссель. То есть это факт на сегодня. То есть основные лоббистские группы сидят там, и борьба за умы и нарративы идет именно там. Поскольку это так, Азербайджан должен освещать свою правду в более широком формате. И для этого ему надо поднимать все-таки обширные меры. И я думаю, что в этом направлении будет вестись в ближайшее время работа, насколько у меня есть информация. Ну и Азербайджан должен делать упор на то, что не зацикливаться на том, что армянская сторона говорит о том, что они картами напали и дали. Мало ли, что они говорят. Надо делать упор на то, что почему эти мины были, на всех этих территориях есть, в беспорядочном режиме. Вот. И тут армянская сторона вынуждена будет отвечать по всей строгости закона, международного закона о военных преступлениях. Вот на что надо делать упор на мой взгляд. Кстати, в этом плане ОИС, это достаточно хорошая площадка для нас. И очень широкий формат для того, чтобы продвигать определенные идеи и нарративы. Почему? Потому что это очень огромное пространство, которое включает, это разные регионы. От Юго-Восточной Азии, включая, идет до африканских стран. Все эти страны так или иначе были бывшими колониями Великобритании, Франции. И именно эти страны входят в разные группы государств, которые, допустим, группу стран-государств в Содружество с Великобританией. Или, допустим, страны входят в страны-франкофонии. И эти страны могут продвигать эти мнения и нарративы уже внутри этих организаций. С этой точки зрения Азербайджан в ОИС, то, что усиливает свое присутствие, то, что усиливает определенные свои нарративы в антиорганизмском направлении, это очень тонкая, уверенная политика и успешная. И я думаю, что она в скором времени будет давать плоды. Первые плоды мы уже видели на саммите франкофонии. Правда, там было немного другого консекса. Несколько другие страны голосовали против антиазербайджанской резолюции. Тем не менее, сейчас в рамках ОИС эти страны, а это страны бывшие французские колонии, в основном африканские, эти страны могут продвигать и определенные азербайджанские нарративы. Вот главные тренды борьбы с армянскими фейками об региональной реальности должны быть, думаю, развиты в этом направлении. И в этом направлении у нас будут успехи. Там было принято пять резолюций, инициировавших на Азербайджаном. То есть, в том числе и была, как вы отметили, осуждена агрессия Армении против Азербайджана и нападение на депредставительство азербайджанного в Тегеране. То есть, вы считаете, что все-таки данные резолюции, они окажут влияние на мировое сообщество в деле донесения справедливой оценки позиций Азербайджана? Смотрите, эти страны ОИС, они еще параллельно ОИС. ОИС только включает в себя страны исламского мира, грубо говоря. Это те страны, которые считают себя мусульманской культурой. Они еще являются членами разных группах организаций. Допустим, Африканского Содружества, Азиатского Содружества. В ООН они имеют разные позиции. В Движении Президения они имеют разные позиции. То есть, мусульманские страны представлены во многих международных организациях. И эти страны, если будут иметь такую же единую позицию по этим же пунктам в своих тех организациях, которые они есть, если будут выдвигать на повестку дня эти нарративы, касаемые Азербайджана и армянскому вопросу, или, допустим, касаемо нападения на азербайджанские посольки в Тегеране, то эти вопросы, как и проблема минных полей, или то, что Армения не подписывает мирное соглашение, Ходжерлинский геноцид, создание напряженной обстановки не подписывания мирного соглашения в регионах Кавказа со стороны Армении, не признание ее территориальной целостности, или, допустим, нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, все эти нарративы, они будут работать автоматически. Если правильно выстроить цепочку и клуб друзей в исламском мире, то есть в рамках организации ОИС, а, как я отмечал, они уже представляют разные организации. Допустим, африканские страны, они в своем большинстве находятся так или иначе среди стран франкфронии. Так исторически сложилось. И в рамках франкфронии, а это достаточно большая организация, и еще плюс, там главной стороной является геополитический противник Азербайджана, Франция, который выдвигает проармянские нарративы и проармянскую позицию в рамках ЕС. То есть мы можем давить на Францию вроде бы там, где она считает себя уверенной. Среди стран франкфронии. Таким образом, азербайджанская дипломатия, по сути говоря, забирает в Франции главный основной ее рычаг, давление на Азербайджан, среди стран, где она является доминирующей. И так постепенно, кроме того, допустим, такие страны есть, как Алджир, Марокко, там многие другие североафриканские страны, мусульманские, а они все еще имеют огромные свои, Тунис, например, они все имеют огромные свои диаспоры, общины в европейских странах. То же самое Франции, то же самое Италии, Германии, Испании, Нидерланды, Бельгии и другие государства. Эти общины, они так или иначе, в том или ином виде, они тесно связаны со своей исторической родственникой. По объективной причине. Там есть родственники. С учетом специфики региона, еще есть вопрос, на самом деле, племенной. Это сегодня, может показаться, смертно звучит, но на самом деле, это все очень на востоке, это все очень важно, эти моменты еще сильные власти достаточно сильно оставить. И эти все общины, которые связаны в том или ином виде со своей исторической родиной, они могут также уже во Франции, на местах Бельгии, Голландии, Германии, принимать и, точнее, давить на те или иные политические круги, муниципалитеты, депутаты своих округов, по этому вопросу. Поскольку они, несмотря на то, что они, может быть, кто-то родился по Франции, но это не означает, что он не алжевитель, не мусульманин и так далее, а его родители-предки-то оттуда. То есть, эти крупные, сильные общины и крупные, сильные диаспоральные организации мусульманских стран Северной Африки. Я как пример говорю Северной Африки. Отдельный кейс – это у нас Юго-Восточная Азия. По ним мы можем отдельно погладить. Но я в данном случае говорю, допустим, о Франции и остановлении ее давления на Азербайджан через институты Евросоюза. Через эти общины можно действовать. А как это действовать? Как вытянуть эти общины? В этом смысле ОИС – хорошая площадка. ЛАК – Лига Арабских государств, где Азербайджан в последний раз был представлен в качестве гостя организации. Президент Азербайджан выступал в Азербайджане. И многие другие мусульманские организации. И налаживание с этим государством личных связей экономических, культурных, политических и прочих связей может дать Азербайджан успех уже в борьбе с армянскими нарративами внутри этих государств. В этой связи нужно понимать, что это очень широкое поле для работы. Я извиняюсь. Спасибо большое за ваш комментарий. Нижат Гаджиев, главный редактор информационно-аналитического портала «Обозреватель», подключался к нам. Продолжение следует...